Шалом, мои дорогие друзья! Чудесное избавление нашего народа привело к тому, что Пурим стал самым веселым днем в нашем календаре. Почему же именно этот праздник вызывает у нас самую большую радость? Я думаю, дорогие друзья, что особенность Пурима состоит в том, что чудо Пурима самое актуальное, потому что с ним встречается в жизни каждый из нас. Недаром наши мудрецы предупреждают нас, что если человек читает Мегелат Эстер и думает при этом, что это история, которая случилась в прошлом, такой человек даже не исполняет заповедь про чтение Мегелат Эстер. Да и в самом этом освященном тексте прямыми словами говорится, чтобы дни эти, дорогие друзья, помнились и совершались во всех поколениях в каждой семье. Иными словами, Пурим – это история, которая повторяется вновь и вновь для каждой общины, для каждой семьи и для каждого из нас. Давайте посмотрим на то, как разворачиваются события в Мегелат Эстер. Здесь, в коротком тексте, сплетено множество сюжетных линий. Ахашвирош решил избавиться от жены и завести себе новую. Аман строит планы убить весь наш народ. Мардыхай оказывает важную услугу царю. Все это происходит одновременно. Мы видим множество совпадений и в конце обнаруживаем, что все эти сюжеты взаимосвязаны. Все занимают строго отведенное им место в одном сценарии божественного романа. В решающий момент, который каждый очутился в нужном месте, произнес нужную реплику, и вот злодеи наказаны, а праведные награждены. Бог все устроил наилучшим образом. Именно в этом актуальность урока Пурима и источник особой радости праздника. Что делали люди в Мегелат Эстер? Да они использовали свои связи во дворце, питались повлиять на царя, но главное это то, что они обратились ко Всевышнему. Они предались посту и молитвы, завершили, так сказать, Создателя в своей готовности идти на любые жертвы ради веры в Него, ради служения Ему. Они знали, что Всевышний держит в своей руке все нити действий, и спасение идет всегда от Него. Отсюда и оптимизм даже в самых тяжелые дни, откуда и вера, что Всевышний поможет, вера, которую разделяли наши малые дети. В утренние молитвы мы повторяем их слова, обращение к Мардыхаю. Не бойтесь внезапно возникшей угрозы, не бойтесь прихода злодеев, их козни будут сорваны, ведь с нами Бог. Да и в жизни каждого из нас случаются тяжелые моменты, бывают угрозы, бывают страхи, вот, к примеру, нынешние страхи по поводу коронавируса или войны. Мы знаем, что надо беречь себя, ведь Тора учит нас, что поддержание здоровья и спасение жизни является важной частью служения Всевышним. Но при этом в первую очередь должны помнить, что ни в коем случае нельзя впадать в панику или преддаваться унынию. Бог все видит и всегда придет праведным на помощь и избавление сделает от беды. Пурим, как мы уже сказали, особенный праздник, с одной стороны, это не Шаббат и не Йомтов, то есть праздник с их галактическими запретами. С другой стороны, это не будний день. В Йомтов человек меняет свой обычный образ жизни, остается вырванный из рутины будни, вместе с тем в будни он полностью погружается в обыденность и не всегда вспоминает о тех рычагах, при помощи которых Всевышний управляет миром. Можно сказать, что Пурим служит, дорогие друзья, своеобразным мостом между святостью и откровениями праздничных дней, с одной стороны, и серостью повседневной жизни, в которой Всевышний или вид Всевышнего сокрыт, с другой стороны. Этот праздник помогает нам увидеть чудесное в обыденном, закономерное в случайном, учит нас тому, что даже в самой опасной ситуации нашему народу не следует отчаяться, Всевышний спасет его. Так пожелаем же мы друг другу за простыми событиями, порой очень сложными и непостижимыми, происходящими вокруг нас, увидеть замысел Творца и увидеть свою жизнь с правильной стороны, в соответствии с тем, что будет исправление, избавление, и все будет хорошо. Пурим Самеях, Ваш Равин Каплан. Субтитры создавал DimaTorzok